Уважаемые коллеги, так как наш иностранный гость не приехал, и в общем-то об этом мы узнали совсем недавно, то я не рискнула делать доклад за данного доктора, но в качестве обсуждения, так как это было дано на откуп каждому дискутанту, я решила в качестве обсуждения предоставить клинический случай лечения пациентки, даже не лечения, а ведения пациентки, с обсуждением тех вопросов, которые должен был освещать данный доктор. Вопросы касались именно иммунотерапии, в лечении рака яичников. На самом деле исследований по иммунотерапии, по изучению ингибиторов чекпоинт немного, и они все в основном первой фазы, и в общем-то по данным первой фаз, я вот так просто в общих чертах скажу, действительно отмечается хороший эффект лечения в определенной группе больных. Итак, хотелось бы предоставить вашему вниманию случай лечения нашей пациентки. 68 лет, сирозная аденокарцинома яичников G3, 3-я С стадия, семейная анамнеза нет и не курит, была проведена экстерпация матки с придатками в оптимальном объеме, 6 курсов химиотерапии с полной циторедукцией, отмечалось полные эффекты по данному обследованию по маркеру, далее отмечалось повышение маркера, но не было данных по прогрессированию по данным УЗИ, дальнейшее повышение маркера и уже по ПЭТ-КТ появление забрюшинных лимфоузлов, то есть 5 месяцев от окончания первой линии химиотерапии. Ну, вопрос наблюдения либо начала терапии мы опустим, так как, в общем-то, мы сейчас не настроены так сильно дискутировать, и я думаю, что, наверное, мало присутствует онкогинекологов, хирургов-гинекологов, хочу лишь сказать, что, в общем-то, для данного случая здесь, возможно, разные подходы к лечению, пока этот вопрос остается дискутабельным для всех, но мы выбрали наблюдение за пациенткой, так как у нее и не было жалоб со стороны заболевания. Дальше шло повышение маркера, если посмотреть с момента начала появления забрюшинных лимфоузлов, прогрессирование у нее по забрюшинным лимфоузлам появилось только в апреле 2014 года, маркер оставался прежним, данные по ПЭТ оставались теми же, то есть получается, в это время мы больной не лечили, 20 месяцев без лечения, без жалоб. Провели исследование на мутацию Берси-1-2, притом проводили секвенирование по Сенгеру, данных мутации не было обнаружено, у данной пациентки отмечалась амплификация ХЕР-2, которая встречается крайне редко при раке яичников, КИР-67 высокий, рецепторы эстрогена прогестерона позитивные, мутация КЕРАС и ГФР, БЕРАФ, они отрицательные. Итак, получается, что больная через 5 месяцев от окончания первичной терапии запрогрессировала, но больную не лечили, хотя постепенно шло увеличение очагов и увеличение маркера, то есть 30 месяцев наблюдения без прогрессирования процесса. Далее пациентка поехала в Германию, ей была выполнена большая радикальная операция по удалению лимфоузлов забрюшенных всей группе. Была рекомендована, здесь немного ошибка, гемзар с карбоплотином и с авастином, но больная отказалась все равно от лечения, потому что она чувствовала себя прекрасно, жалоб никаких не было. По гистологии из 108 узлов в 71 отмечалось, сирозная низкодифференцированная аденокарцинома и по ИГХ, в общем-то, те же самые показатели, также фиш позитивный ХЕР-2, и определили еще тумурно-фильтрированные лимфоциты в опухоли, оказалось 60%. В дальнейшем больная также отказалась от проведения терапии, у нее уже стали появляться по УЗИ образования опять в забрюшенных лимфоузлах, и на сегодняшний момент у нас даже после повторной центредуктивной операции 9 месяцев без лечения. На самом деле сейчас больная уже настроена на какое-то лечение, потому что опухоль у нее растет даже по данным УЗИ, но, честно говоря, вопрос о том, как вести больную, он у всех остается. Получается, 42 месяца от первичной терапии с постоянным прогрессированием без лечения, потому что больная была без жалоб, и как лечить данную пациентку. Этот вопрос мы хотели как раз иностранному гостю нашему предоставить. Ну, какой выбор? Возможно, наблюдение, возможно, начинать системную терапию с поддерживающей терапией, либо с парп-ингибиторами, либо с гормонотерапией, либо с эластином, либо начинать гормонотерапию или херцептин, потому что больная имеет амплификацию гена ХЕР-2. Это, в общем-то, вопросы, которые возможны аудитории. Мне бы, конечно, интересно было тоже мнение докторов послушать. Единственное, хочу лишь сказать, что у Буценки высокая сирозная аденокарцинома низкой степени злокачественности, высокий процент всевозможных нарушений системы репарации, то есть, возможно, будет эффективен действительно парп-ингибитор, это аллопориб. Вопрос гормонотерапии. Хайгрейсерозной аденокарциномы. Гормонотерапия при этой опухоли мало изучена. Имеются небольшие данные об эффективности гормонотерапии и корреляции ее с экспрессией рецепторов у данной больной, рецепторы позитивные. Экспрессия ХЕР-2 отмечается при ракеищенках в малом проценте случаев с низкой эффективностью. То есть, назначать или не назначать херцептин, тут тоже вопрос остается открытым. И пациентка, в общем-то, у нас курит. У нее имеется низкодифференцированная сирозная аденокарцинома. Это генетически нестабильная опухоль. Высокий уровень тумбурно-фильтрированных лейкоцитов. Вопрос в том, может быть лучшим вариантом для пациентки, учитывая сейчас большое количество исследований по иммунотерапии, включить больную в иммунотерапию, для какого-нибудь иммунопрепарата. Ну, вопрос в зал. Какое вот ваше мнение? Это мы планировали нашему гостю. Я думаю, что ваш вопрос относительно использования иммунотерапии вполне правомерен в этой ситуации. Сейчас идут исследования, где очень много гинекологических опухолей различных. И рак шейки матки, и рак тела матки, и рак яичников включаются больные. Поэтому, если есть такая возможность, я бы ею воспользовалась. Ну, вот, честно говоря, я тоже нахожусь в таком раздумье. И мне тоже больше импонирует все-таки вопрос включения пациентку именно в исследовании по иммунотерапии, учитывая, в общем-то, большое количество факторов, которые говорят об эффективности, о возможной эффективности иммунотерапии. Может быть, у кого-то еще есть другое мнение? Датьяна Юрьевна еще раз. Светлана Викторовна, спасибо большое, как всегда. Вы, в общем-то, такой основательный подход. И вы открываете фактически своим сообщением горизонты, новые горизонты в лечении рака яичников. Но вот как ваш взгляд по поводу назначения ингибиторов, парп-ингибиторов? В принципе, для нас это сейчас более-менее стала доступной опцией. Вот вы там... Ну, вот с этой пациенткой она на самом деле может позволить себе купить данный препарат. И этот вопрос тоже мы обсуждаем. Потому что есть мнение, мы провели только и анализ на мутации, то есть и соматические герминальные мутации. Возможно, у нее имеются другие нарушения в системах репарации, где тоже, в общем-то, лопарип демонстрирует свою эффективность. Возможно, еще вариант. Может быть, провести какое-то детальное, более глубокое обследование. В общем-то, она может все оплатить. И этот вариант тоже можно рассмотреть. Светлана Викторовна, обследовать, конечно, можно. Но обследование ведь не лечит. Вы, в общем-то, и так хорошо ее обследовали. Я думаю, что все-таки надо решаться на какой-то вариант лечения. Тем более, что возможности, в общем, я так понимаю, есть. Есть, да. А что обследование? Ну, если потребуется, и обследование проведете параллельно или после того. Вопросы в зале будут к Светлане Викторовне? Больная, зная всю литературу. Понятно, что она очень хорошо ориентирована в интернете. Очень много все об этом знает и читает. На химиотерапию она, как вы поняли, совершенно не ориентирована. Я ориентирована была никогда. Она за иммунотерапию. Все решили. Спасибо большое. Спасибо.